МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые возможности. Какое оборудование для проведения малоинвазивных операций появилось в Бийской детской больнице? Погода вносит коррективы. Какие фигуры украсят крещенские ледовые композиции? С этого и начнем выпуск. Итак, мы начинаем. На Бии скульпторы Ледоровы приступили к работе по созданию крещенского городка. Место традиционное. Купели расположены у коммунального моста. Подготовку чуть осложнила погода. Дождь уничтожил наши труды за два дня. Сейчас приходится все восстанавливать, помороженные объекты выпиливать обратно. Их дождем прихватило очень сильно. И все равно мы работали с запасом, должны уложиться вовремя. Крещенская композиция на льду Бии уже вырисовывается. Полностью готова фигура ангела. Скульпторы отмечают, что после того, как над ними поработала природа, он стал даже лучше. Приобрел дополнительный блеск и гладкость. Рядом с Аорданией появятся ледовое триединство и вифлеемская звезда. Все будет подсвечено разноцветными фонарями. Скульпторы отмечают, что снега в этом году немного и дополнительную расчистку участка проводить не пришлось. При этом о безопасности переживать не стоит. По словам начальника штаба ГОИЧС, толщина льда на Бии возле коммунального моста уже 40 сантиметров. Получено разрешение о нахождении на льду в ночь с 18 на 19 января одновременно до 65 человек. Чистые парки, цветущие клумбы. За порядок, чистоту и красоту общественных территорий Наукограда в этом году власти готовы заплатить 5 миллионов рублей. Аукцион на поиск подрядчика уже объявлен. Тендер подразумевает проведение 11 видов работ, в том числе поддержание чистоты, вывоз мусора, озеленение. На плечи подрядчика ложится ответственность за обслуживание 42 общественных территорий Наукограда, включая все самые большие парки. Поддерживать чистоту в течение года нужно будет и на 35 городских лестницах. Заявки от желающих взяться за эту работу принимаются до 23 января. Добавим, что в прошлом году и годами ранее обслуживанием общественных территорий в Бейске занималась компания «Зеленстрой». Остались без крыши над головой. В ноябре прошлого года ураган унес части обшивки с пятиэтажного дома. Причем не в первый раз. Крыша улетала еще в 2009 году, сразу после капремонта. Сейчас жильцы радуются морозом, ведь в дождь, а он этой зимой не редкость, вода затапливала квартиры верхних этажей. Подробности смотрите далее. Два месяца без крыши. Ураганный ветер в ноябре унес обшивку с пятиэтажного дома. Крыша разваливалась на части, куски падали на автомобиле и проезжую часть. Аномальная зима с дождями сделала жизнь бичан невыносимой. Я живу на пятом этаже, и все вот это вот ужас как раз льется на нас. Крыша, листы, когда ветер, а ветер у нас каждый день. Мы это все слышим, это ужасно, мы спать не можем. Там такой грохот дикий. У нас все бежит, у нас весь чердак с алофаном застелят, потому что как бы крыши-то нету. Все бежит. Вот у нас, как вот был первый дождь после 19 ноября, вода полилась по люстре в зале. Мы отключили электричество в зале, потому что как бы страшно. Ну и до сих пор мы без электричества в зале, мы светильниками пользуемся. Вода растекается по всей квартире и бежит со всех углов. Дождик пошел в квартире. Среди ночи, блин, дождь. С люстры капает вода. В 2008-м управляющая компания «Зеленый Клин» уговорила жильцов вступить в программу и отремонтировать крышу по федеральной программе капремонта. Часть суммы, как и положено по закону, оплатили жильцы дома. Через год крыша улетела. Крыша у нас самая проблема с 2009 года. Раньше у нас делала какая-то компания, сделали. Она опять у нас улетела. Улетела там на автобусы. Крыша отремонтирована с нарушениями. Решили жильцы и обратились в суд. Закон встал на их сторону. Новая управляшка взялась за дело в 2015-м, пообещав исправить ситуацию. С каждой квартиры в виде целевого сбора ежемесячно списывали по 6%. «Зелёный клин» должны были выплатить 800 тысяч. Остальные деньги брали якобы кредит, доверие, чтобы сделать нам крышу за 1 800 000. Но сделали отвратительно. Совет дома ремонт не принял? Снова. Жильцы говорят, что на текущий ремонт крыши. А о капремонте и речи не идёт. Новая управляющая компания просит владельцев квартир собрать 540 тысяч рублей. А вы бы видели этот материал, который он слетел? Там вообще игрушечный, нарушечный материал. Какие-то жестяночки. Вот как они их делали? Я не знаю. Ну, очень, очень, конечно, это печально. Я не знаю. Может быть, нам обратиться к Путину Владимиру Владимировичу? Ну, кого просить-то? Кого просить? Я даже не представляю, как нам из этого выйти. На ближайшее время, как нам сообщили в жилищной инспекции, запланирована проверка состояния крыши дома. А пока всё остаётся по-прежнему. Дождь пошёл, всё, крыша потекла. Мартьянова 43. Мнения собственников разделились. Одни устали раз за разом собирать деньги. Другие всё же планируют выделить средства из семейного бюджета. И, как сегодня нам сообщили в мэрии Бейска, в эту пятницу подрядчик зайдёт на объект и выполнит все необходимые ремонтные работы. Ксения Цапко, Евгений Казанцев, Будни. И к другим темам. Сегодня во всех регионах России проходил сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Бейск не стал исключением. Всех желающих поддержать действующего главу государства ждали на площадке ГДК. До 18 января главе государства для участия в президентской кампании необходимо набрать как минимум 300 тысяч подписей. Владимир Путин является самовыдвиженцем. И поддержку ему на предстоящих выборах уже озвучили ведущие деятели страны и единогласно проголосовали представители партии «Единая Россия». Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Голосование будет длиться несколько дней. Отдать свой голос можно в том числе и дистанционно. Для этого необходимо заранее заполнить соответствующие документы на едином портале госуслуг. Добавим, на данный момент в списке на должность главы государства официально числятся 11 кандидатов. Полтора миллиона рублей компенсации за моральный ущерб получили бейчане, которых покусали собаки. Всего в 2023 году городским судом было рассмотрено порядка 15 подобных исковых заявлений. Как пояснили в прокуратуре города, в результате мониторинга средств массовой информации в прошлом году выявлено несколько фактов нападения безнадзорных животных на жителей города Бийска. В том числе на несовершеннолетних детей, а также пожилых людей. В результате нападения собак жители Наукограда получили вред здоровью разной степени тяжести. По результатам проведенных проверок прокуратуры города Бийска направлены и подготовлены в Бийский городской суд о исковые заявления о засыкании морального вреда в интересах несовершеннолетних и пожилых людей. На сегодняшний день большинство исковых заявлений рассмотрено. Безнадзорные собаки отволены, помещены в приюты. Данные направления надзорной действий находятся на постоянном контроле прокуратуры города. Добавим, что резонансное дело пенсионера, которого сильно искусали собаки в лесу недалеко от поселка Сорокино, еще не завершено. Как отмечают специалисты, пострадавший получил значительный вред здоровью. Прокуратура, отстаивая интересы гражданина, запросила порядка 300 тысяч рублей компенсации в его пользу. А теперь немного рекламы. Не переключайтесь. Реклама в Бийске. Бийская медиагруппа. Телефон 313115. Производство, размещение. На предприятие требуются охранники. Наличие лицензии не обязательно. Телефон 8903-947-3680. В эфире будни мы продолжаем. Новое оборудование, новые возможности для хирургов. В детской больнице Бийска продолжат увеличивать число малоинвазивных операций, после которых пациенты восстанавливаются гораздо быстрее. Главным помощником врачей выступает эндовидеохирургическая стойка. Оборудование появилось в медицинском учреждении в конце прошлого года. Уже в этом месяце операции для юных бийчан будут проводить с его использованием. Подробности в сюжете Кристины Черновой. Умелые руки хирурга и современные цифровые технологии. Вот союз, от которого зависит успех операции. В помощь врачам в городской детской больнице Бийска в декабре было приобретено новое оборудование. Аппарат для лапароскопической аппендоктомии. Благодаря этому операции для юных пациентов наукогранда станут малоинвазивными. Вместо разреза – прокол. Вместо скальпеля – катетер. Мы берем порт. Это 5 миллиметров всего диаметром. Мы его ставим в брюшную полость. Вот такими вот инструментами мы работаем. Тоже 5-миллиметровый диаметр. Мы ими внутри живота работаем. Да, смотрим на экран при этом. То есть работая, делая что-то там внутри. Вот это могут быть как зажимы, как ножницы. Может быть специальная петля, которая там что-то делает. Световод и камера хирургической стойки удобны, надежны и понятны в эксплуатации. С их помощью хирург видит все, что происходит в брюшной полости и может проводить операцию с большей точностью. Если говорить не медицинским языком, это его глаза в теле больного. Лапароскоп, при помощи которого мы, по сути, выводим изображение на экран. Также он вводится через брюшную полость, через такой же порт, только 10-миллиметровый в частности. И с помощью него мы можем осмотреть, во-первых, всю брюшную полость, найти патологию. Бывает это сложно найти любыми другими методами, которые у нас существуют, УЗИ, еще что-то. Это самая точная диагностика в хирургии. И даже какие-то скрытые бывают заболевания, тот же аппендицит, он бывает очень скрыт. Этим можно аппаратом его обнаружить. А при помощи инструментов, то есть ставятся дополнительные порты, инструменты, и при помощи этих инструментов мы можем его удалить. Оборудование в комплекте с эндовидеохирургической стойкой упрощает работу доктора. Разрезы за счет электрода производятся без давления на ткани. Есть и коагулятор. Он позволяет мгновенно купировать кровотечение. Соответственно, у нас монитор имеется для выведения изображения из брюшной полости на экран. Видеокамера эндоскопическая, то есть это вспомогательная работа для проведения изображения на экран соответственно. Далее. Это тоже вспомогательная аппаратура, то есть необходимо для работы освещение с помощью осветителя, подача газа в брюшную полость с помощью инсуфляции, соответственно, прижигание, коагуляция идет кровеносных сосудов, там необходимо это с помощью коагуляции, и аспирация содержимого в брюшной полости с помощью аспиратора. Малоинвазивная хирургия или хирургия с минимальным операционным полем стремительно развивается, рассказывает Артем Холкин, заведующий отделением. Патологии и экстренные случаи благополучно разрешаются с помощью метода малых надрезов. Плюсов у таких вмешательств и в их процессе, и после масса. Вообще технологии лапароскопических операций, она применяется достаточно давно уже в России, ну, примерно с 90-х годов. Это начали внедрять именно в детской хирургии, во взрослой, может быть, чуть пораньше. Ну, и как бы давно уже пришли к выводу о том, что данная технология, она наиболее эффективна именно в детской практике за счет своей низкой травматичности, своей, так скажем, бережливости, можно так сказать, по отношению к незрелым тканям ребенка, то есть к организму, к ничего не окрепшему. Освоение новой технологии заняло время. В эксплуатацию оборудование вводят поэтапно. В этом задействованы практически все службы больницы. Медперсонал прошел специальное обучение. Лапароскопические операции отличаются от обычной открытой хирургии и требуют совершенно другого навыка работы с хирургическими инструментами. Первым операциям по принципу прокол вместо надреза готовы приступить уже в ближайший месяц. Кристина Чернова, Илья Питков, Будни. Уютный, семейный или сквер ученых. Постоянное название скверу на улице Александра Радищева в районе АБ дадут уже 19 января. Именно в этот день подведут итоги конкурса. Свои варианты названия предлагали горожане, а комиссия выберет наиболее подходящий вариант. Уютный, семейный, сквер ученых, сквер Ковердяева, сквер Радищева или сквер АБ. Именно эти названия для зеленой зоны набрали больше всего голосов в первом этапе конкурса. Всего же через урну для голосования прошли 102 варианта названия. Добавим, что пустырь на улице Александра Радищева благоустроили в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. Здесь появилась современная детская площадка, тренажеры, скамейки и урны, а также освещение. Пчеловоды Бийского района через суд добились компенсации за массовый мор пчел. Районный суд Алтайского края встал на сторону держателей подсобных хозяйств и удовлетворил иски о возмещении ущерба в сумме более 7 миллионов рублей. Восемь жителей Бийского района обратились в суд с исками к юридическому лицу о возмещении ущерба. После обработки полей химикатами на пасеках по соседству начался массовый мор. Погибли десятки пчел и семей. Суд, выслушав стороны, в том числе членов комиссии администрации Бийского района, установил, что обработка полей пестицидами была осуществлена с нарушением санитарных норм. В том числе объявление о начале обработок полей опубликовано в СМИ с нарушением срока и без указания конкретных видов химикатов. Ответчик не смог доказать, что примененный им пестицид не мог вызвать гибель пчел, а обнаруженная в пчелах истцов доля пестицида не являлась смертельной, либо их гибель явилась следствием иной причины. Суд удовлетворил исковые требования, частично взыскал с ответчика в общем размере более 7 миллионов рублей. А теперь пришло время рассказать о погоде. 17 января в Бийске будет ясно, ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими, а вот магнитное поле Земли спокойное. Ночью минус 23, минус 25, днём холодно минус 18, минус 20. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за новостями нашего города. А также сообщайте о том, что вас волнует. Телефон редакции 313-507. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что обо всех актуальных событиях мы, как всегда, расскажем вам в будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова